С нами на связи Александр Мартыненко, генеральный директор агентства Интерфакс Украина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Россия продолжает обстрелы мирных украинских городов. Накануне была очередная массированная атака. Как вы считаете, какое место наравне со всеми остальными зверствами и военными преступлениями российской армии займут вот эти обстрелы на трибунале над Россией и ее высшим военным и политическим руководством? Да нет, вы знаете, я думаю, что не стоит тут места раздавать медали. Какое зверство самое большое, а какое самое маленькое? На самом деле это все, конечно, так или иначе. Тактика геноцида, конечно, она существует. Но вот уничтожение или затруднение максимально условий жизни мирного населения, это иначе просто не называется. Особенно зимой. Поэтому, знаете, трибунал, я думаю, будет все равно, какое из них большое, какое маленькое зверство. Он будет рассматривать все. В том числе и это, конечно. А вот знаете, история была с программистами, с вычислителями, которые программируют эти ракеты. Наверняка эти люди даже не думают, что их могут судить. Ведь они ничего не делали. Они только нажимали на кнопки. Они там делали какие-то компьютерные расчеты. Записывали их на флешку. Они ведь не нажимали кнопку. Ну, знаете, я думаю, что до этих, конечно, честно говоря, дело дойдет не скоро. До всех так или иначе причастных. Основной, конечно, преступник – это тот, кто дает, соответственно, политическую команду и военную команду. Которые их те, кто нажимает непосредственно на кнопки. А то, что к этому причастно огромное количество народу – это правда. Но, знаете, их действительно гораздо больше даже, чем у этих производительных микросхем и всех остальных. Это все, кто так или иначе работал на военно-промышленный комплекс. Но, как показывает практика предыдущих трибуналов по поводу военных преступлений, конечно, до такого уровня детализации, как правило, доходит редко. И поэтому давайте будем готовиться к тому, что вот эти самые последние винтики, которые там скрутили какую-нибудь детальку, которая присутствует в этих ракетах, они, я надеюсь, понесут, ну, как минимум, моральное наказание, или политическое, или моральное. Оно, кстати, может быть не менее тяжелым, чем судебное преследование, потому что это все-таки с человеком будет с ним всю жизнь, с детьми его всю жизнь, их и так далее. Поэтому, ну, каждый, буквально, вот человек в России сейчас складывается такая обстановка, который что-то производит, то, что может быть использовано в военной сфере, конечно, косвенно, так или иначе, может быть причастен к военным преступлениям. Вы знаете, конечно, ну, трудно осудить всех, кто принимал в этом участие. Я даже помню вот такой исторический пример, что вот тот полицейский, который арестовал Анну Франк в Нидерландах, которая, помните, семья пряталась от нацистов, он потом, это был австриец, он потом спокойно вернулся и дослужил даже в полиции в австрийской. Но здесь, я, позвольте, с вами не соглашусь по поводу, например, этих же вычислителей, им отвечать точно придется, потому что Балинкет установил фамилии всех причастных, фамилии командиров, кто в какой группе находится, кто за какие ракеты отвечает. И ведь эти люди четко знают, что они программируют координаты именно мирных объектов. Ну да, я согласен, но и в отношении тех, кто, собственно, устанавливает координаты, это фактически держится, это можно приравнять к тем, кто нажимает эту самую престолутую кнопку, на которую никто не видел, но они, безусловно, непосредственные участники. Но я к тому, что, в общем, очень много людей, которые там живут с ними, работают где-то в другом месте тоже. Продокс в том или не продокс, это, в общем, логика любого авторитарного режима, который ведет войну, что как можно больше людей должно быть в нее втянуто и, ну, в общем, как-то возложить в том числе и груз этих преступлений на огромное количество граждан. Связать кровью, да, вот всех такой бандитской? А потом рассказывать, как это недавно, кто-то из них, я сейчас не хочу называть, какую пропагандистку, бог с ней, но, которая говорила, что будут судить всех, в том числе, значит, и этого рабочего, который там кирпичи подметает у кремлевской стены, это вот они таким образом дают понять, что все так или иначе причастны, даже те, кто нет. Но на самом деле это, к сожалению, во многом правда, да, действительно, действительно причастны. И другой вопрос, еще раз говорю, в юридическом наказании не всегда. Но, знаете, если вспоминать ту же историю немецкую, у нас другого, к сожалению, аналога нет, расследования преступлений гитлеровских, и как это происходило потом уже в совершенно демократической Германии, то, да, это очень тяжелая и долгосрочная работа. Как известно, первые национальные трибуналы против, в том числе, там, руководителей концлагерей и всех остальных, они ведь прошли только в начале 60-х годов. То есть больше 15 лет прошло и понадобилось для того, чтобы запустить именно национальное правосудие Германии. Не международное, там, не коллекционных войск, а национальное. И этот процесс продолжался очень долго. Поэтому мне кажется, что Россия, она тоже входит в такой, вошла уже, точнее, в такой цикл, который потом будет продолжаться десятилетиями и годами. Не знаю, когда это начнется, этот процесс, но он точно начнется. И десятилетиями будет продолжаться, и это будет разрушать вот это общество, во всему счету, там, в многих слоях изнутри. И те люди, которые уезжали убивать Украину и вернулись, значит, в гробах, это касается их семей, это и касается их детей, которые тоже на себе несут этот груз, хотя они, как бы, казалось бы, не виноваты ни в чем. Но пройдут много лет, и их будут, если кто-то узнает, их будут называть детьми убийцей, конечно. Ну и мы, конечно, помним, что за военные преступления нет срока давности по военным преступлениям. И в той же Германии, которую вы упомянули, до сих пор работает специальный департамент, который разыскивает нацистских преступников, сколько лет бы им не было. Осуждают даже 96-летних, тех, кто даже работал, просто печатал на машинке, какие-то списки расстрельные там или в газовые камеры в концлагерях немецких. Да, но я просто напомнил, что этот процесс на самом деле начался через 15 лет после начала войны. Но продолжается до сегодня. Кстати, 15 лет люди жили, вот эти самые, кто-то работал в концлагерях, их командиры, подчиненные, они 15 лет жили, они спокойно вписались в новую жизнь, кто-то хлеб пек, кто-то, значит, учитель, учителем работал. Вот, и только после одного знаменитого там такого сигнального процесса, когда удалось, да, причем полиция, которой этим занимались эти люди, им все время говорили, да не надо вспоминать прошлое, мы наконец-то от него избавились, да давайте забудем все это. Это такая очень непростая история была, причем это демаркатическое общество, со своими традициями, чтобы там не было во время гитлеровской Германии, но традиции все равно были. И вот это, и потом это уже после того, как в начале 60-х эти процессы прошли, да, теперь они уже идут до конца и находят всех. Поэтому говорю, это эхо всей этой войны, это десятилетие. Это не год, не два, не три, не пять. Еще одну тему хотели с вами обсудить. Ведь Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь» и зацитируя угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Вот решение принял Национальный совет по электронным СМИ, и там заявили, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии. И я напомню, что нарушений было несколько. Это показанная в эфире карта с Крымом в составе России, а также употребление слов «Наша армия» по отношению к вооруженным силам Российской Федерации. И вот последняя капля была, когда ведущий сказал в прямом эфире, что телеканал смог помочь российским военным. Хотели узнать вашу оценку всей этой истории? Ну, вы знаете, во-первых, я смотрел, периодически смотрел, во всяком случае, раньше телеканал «Дождь», не скрою. И я всегда обращал внимание на то, что этот канал очень неровный в смысле тех людей, которые там работают. Там работали разные люди, там работали люди, которые действительно понимали, что происходит, и то, что борьба не просто с войной, да, за мир абстрактный, а борьба с конкретным режимом и с конкретной, в общем, позицией всего государства и значительной части народа является их основной задачей. Такие люди были, и я их видел, и я им, на самом деле, очень благодарен. Но вместе с тем там работали действительно. Это такая общераспространенная точка зрения среди многих россиян, которые на самом деле не любят Путина против войны, что, ну, так условно, там, в кавычках, гуманисты. Хотя, на самом деле, гуманизм это заканчивается плохо, но, тем не менее, они есть. Которые говорят, ну, все-таки это все живые люди. Ну, как же так? Ну, вот эти же мальчики, да, которых послали по мобилизации, это же, на самом деле, это их граждане. То есть, это граждане, эти журналисты воспринимают себя, и идентифицируют себя, и продолжают это делать, как граждан Российской Федерации. И поэтому, естественно, те, кто, кого туда мобилизовали, это тоже их, в общем, бывшая и нынешняя аудитория. Они с ними живут, потому что там родственники чьи-то есть, друзья чьи-то есть попали. Поэтому они, на самом деле, работают для, вот, как сказать, ну, не просто для россиян, а для своих. Это свои люди. Это их фокус-группа, да. Вот, то есть, украинцы, это, на самом деле, чужие для них. Потому что, да, они понимают, что это другая страна, в отличие от Путина, что это два разных народа. Ну, чужой народ. А эти, они свои ребята. И поэтому, конечно, это вот просто прорвалось, как правильно сказали, человек просто проговорился, а не оговорился. На самом деле, конечно, они считают, что да, это наши мальчики, им там плохо, и поэтому они должны быть в тепле, они не должны заболеть пневмонией. То есть, они должны убивать украинцев в комфортных условиях. Они не в комфортных условиях. Почему же они убивают украинцев и мерзнут при этом? Они должны в тепле и в комфорте это делать. Вот это их позиция. Вот именно. Конечно, власть отвратительная, потому что она не создала условий для того, чтобы... Для комфортного убийства украинцев. Совершенно верно. Для комфортного убийства. То есть в этом смысле украинцы для них это люди другие, это не свои. А это свои. И вот это глубинное понимание у многих журналистов, или, как хотите, либералы, писателей, неважно. Оно существует. Но ты можешь с этим жить где-то в космосе с таким пониманием. Но если ты приезжаешь в европейскую страну, где уже давно поставлены с этого года точно все точки над «и», ты должен понимать, что ты не можешь делать там российское телевидение в европейской стране. Ты должен делать русскоязычное телевидение. Можешь, точнее, делать русскоязычное телевидение, но европейское. А в Европе, еще раз говорю, все точки над «и» в общем поставлены. И все уже ясно, где чьи мальчики. И поэтому отказаться от этого, что это наши люди заблудшие, там их жалко должно быть. Все, нет жалости, нет заблудших. Вы просто делаете телевидение, которое основано на общегуманистических основах, а это предполагает то, что тот, кто пришел убивать, он на самом деле к нему никакой жалости быть не может. Это нормальный абсолютно подход. Так вот, мне кажется, что многие журналисты с этого канала не смогли понять вот эту, с одной стороны, простую, с другой стороны, для них сложную вещь. И продолжают, пытались продолжать делать вот то самое российское телевидение. У них там, знаете, я тоже обращал внимание, когда идут какие-то новости. Первой, очень часто, во всяком случае, первой новостью, если что-то сказал Песков, был Песков, например. Ну, у них просто в традициях так есть. В традициях работы телевидения, если Песков что-то сказал, это новость номер один. Ну, а Путин так вообще. И вот этого из себя выбить, наверное, невозможно. Вообще, в принципе невозможно. Понимаете, вот переехать куда-нибудь там в Австралию, но все равно это останется. Те, кто смогут от этого избавиться, от этого, значит, такой российского следа. Сложно, надо себя просто зачеркнуть то, что было, и жить новой, в общем, жизнью. Что требуется, потому что у нас жизнь изменилась кардинально с начала февраля этого года. Вот. Они, я думаю, что в какой-нибудь европейской стране могут работать, потому что, на самом деле, там были продукты, которые, мне кажется, для многих россиян было бы полезно посмотреть. Вот там, например, фильм, который сделал один из корреспондентов о сравнении российского и нацистского режима в Германии. Ведь там он действительно хороший, интересный, достаточно познавательный фильм для многих россиян был бы. Поэтому я не считаю, что, в общем, надо страшно радоваться по поводу того, что там закрыли. Тем более, что, я думаю, при поддержке Евросоюза они куда-нибудь переберутся. Но вот то, что это колоссальный урок для не только журналистов, а вообще для россиян, которые уехали, но при этом остаются при этом россиянами, а в Украине воюют наши заблудшие мальчики, вот для них это действительно колоссальный урок. Вот этого с этим надо просто прекращать, потому что иначе жить в новом, в цивилизованном мире будет крайне сложно. Александр Ильич, вот над планом захвата Украины работал узкий круг людей, который возглавлял сам российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, они пытались склонить украинских генералов к сотрудничеству. Я читал, да, то, что смс-ки там, звонки приходили даже до уровня полковника-подполковника. Об этом говорится в отчете Лондонского Королевского Института Объединенных Служб. Как вы считаете, почему у них вот все пошло не по плану? Да как что? Потому что ни черта не понимают в Украине. Они не понимали никогда, не хотели понимать. Они считали, что заниматься Украиной, вообще разбираться в ней, это ниже их собственного достоинства, поскольку они россияне, а тут люди второго сфорта. Поэтому они никогда не пытались понять, кто такие эти генералы, что это за люди, с какой мотивацией. Они считали, что они точно такие же, как и у них, которым можно там дать денег, они тут же куда-то перебегут. Что можно поугрожать, перебегут. Что можно напомнить, как они вести учились в военных училищах, некоторые из них еще, те, кто постарше, что они друзья. И они тут же опомнятся и скажут, ой, да, конечно, мы же друзья, мы за Советский Союз и так далее. То есть, это просто абсолютно нежелание, непонимание. Ну, кстати, их изгубило в конечном счете. Поэтому это же еще, вы помните, второй день войны, по-моему, Путин в каком-то обращении обращался к генералу, к украинским военным, говорит, вот давайте мы с вами типа договоримся, сбросьте этих там нациков, а мы договориться не будем. Но это тоже какому-то, значит, не очень умному человеку пришло в голову вот такие вещи подсказывать. Ну, вот и все. То есть, на этом, поскольку они исходили из совершенно ложных представлений о том, что такое украинские военные, украинская армия в целом, украинские люди в целом, поэтому, собственно, они оказались в этой дурацкой ситуации. Но иначе быть не могло еще раз, потому что они считают, что они-то, на самом деле, Россия – нация, ну, как элитная, да, а украинцы – это те же самые россияне, только второго сорта. Все, это… Великороссы и малороссы, да, как они для себя это считают? Ну, собственно, да. Ну, то есть, это такие вот россияне, только такие не очень получившиеся, да, такие вот немножко туповатые, немножко там более жадные, более туповатые и так далее. И это, возвращаясь вот к предыдущему вопросу, это убеждение у многих, в том числе и либералов тоже есть, это, кстати, их объединяет все. Кто-то это высказывает, кто-то молчит об этом, но, поверьте мне, я знаю, это существует. Они старшие братья, они умнее, богаче, вот, хотя все их богатство – это нефть, которая не их заслуга и так далее. Вот, они, ну, просто здесь окраина, а там центр, и поэтому все должны сидеть и слушать. Вот, поэтому нам, конечно, это помогло, вот, это их полное непонимание, что происходит. И я думаю, что, кстати, оно не пришло, ничего не поменялось. Даже вся эта война, которая сейчас идет, на самом деле, в любом случае, где-то в глубине души у любого русского руководителя есть понимание, что не хохлы все-таки люди, не полноценные. Вот, они достаточно грамотные, умные, все остальное, сделать ничего не могут. Ну, я же говорю, ну, пусть верят в это все, нам только на руку. Ну, вот этот же институт еще одну интересную деталь выяснил. Россияне перед вторжением для подавления сопротивления население Украины разделили на четыре группы. Вот, первая группа – это те, кого нужно ликвидировать физически. Вторая группа – это те, кого нужно угнетать и притеснять. Третья – это нейтральные граждане, которых можно склонить к сотрудничеству. И вот четвертая – это потенциальные коллаборанты. Да, как можно все это прокомментировать? И вот, возвращаясь к тому, что абсолютно не понимают, кто такие украинцы, да, вот рассчитывали, что самая большая – это будет четвертая группа, а там единицы оказались. Да, да. Ну, условно, там убрать, значит, пару тысяч нацовков, а все остальные нормально. Ну, еще раз говорю, это раз от непонимания, конечно, хотя я должен сказать, что когда мы смотрим, сейчас узнаем, что происходило на оккупированных территориях, особенно на юге и в Харьковской области, и когда мы теперь можем оценить масштаб, ну, такая карательная работа, я бы сказал, это уже органы ФСБ в большей степени, чем военных. С военными-то более-менее все понятно, а там, как вы помните, заходили обычно ФСБ и Росгвардия. Так вот, я могу сказать, что, конечно, по уровню эффективности репрессивного аппарата, я понимаю, что они там на России тренировались 30 лет или больше, то вот качество работы вот этого, этой части государства, российского государства, вот совершенно такой бесчеловечный, точнее, и антиморальный, но они определенных успехов достигли. Во всяком случае, все эти фильтрации, как, знаете, мы все знаем, как они людей выдергивали, и атошников, и просто неблагонадежных, эта работа более-менее поставлена у них. И я абсолютно убежден, что, конечно, и это мы видим, опять же, по опыту того же Херсона, хотя дойти до самого Книзова им все-таки не удалось, потому что все равно там подполье было, все равно работало, и такое молчаливое, я бы сказал, подполье, когда люди, может, не бросали бы гранаты в полицейские участки, но там жили прекрасно, ожидая украинцев, украинскую армию. Но все-таки вот этот репрессивный аппарат, он работает в России лучше, чем военный, и чем армейский, и там все остальные основные ведомства. И надо это учитывать, надо это иметь в виду. Хотя, конечно, еще раз говорю, они, конечно, действительно вплену собственных мифов, которые они сами себе нарисовали об украинцах. И еще раз говорю, это нам это, в общем, помогает пока. Вот и подтверждение Ваших слов по поводу этого репрессивного аппарата. Вот Иран запросил у России помощь в пресечении протестов путем поставки оборудования и подготовки кадров для их подавления. Об этом сообщил канал Иран Интернешнл. Он опирается на засекреченные файлы, полученные хакерами, которые передали каналу. Поддержку и дроны России теперь нужно отрабатывать вот таким способом, как Вы считаете? Ну да, это вот то, о чем мы говорили, действительно. Вот Иран в Иране посмотрели, это при том, что там есть корпус таржи эстамской революции, там тоже есть своя служба безопасности. Посмотрели на Бучу, посмотрели на Эрпень, на Изюм, да? Да, и на то, как они работают внутри страны. Как вот цепляются, значит, все эти винокомыслящие, прямо скажем, уже теперь, а не просто там оппоненты власти, да? Вот, и поэтому Ирану, видимо, этого не хватает. Но тут надо отметить, что такое вещь, что все-таки Иран, что бы там ни говорили, и как бы мы к нему ни относились, страна, безусловно, враждебная и режим враждебный, но мы же видим, что творится на последние месяца два на улицах. То есть у них демократических традиций на самом деле гораздо больше, чем в России той же самой. Потому что не забываем о том, что там, в общем, там проходят конкурентные выборы президента, например, до сих пор. Чтобы, опять же, там, да, понятно, они там, кандидаты некоторые отсекаются, но, тем не менее, это конкурентные настоящие выборы. И люди, как выяснилось за последние два месяца, они настолько забиты, и система всей службы безопасности не настолько всесильна. Причем, казалось бы, да, это там, ислам, значит, все под контролем. Нет, не получилось так. Поэтому сейчас эта власть действительно ищет, значит, кому бы обратиться, чтобы помогли. Ну, есть две страны, это Россия и Китай, которые, и Северная Корея, которые могут помочь, три. Но Северная Корея занята собой, а, видимо, между Россией и Китаем выбрали Россию, тем более, что взаимовыгодное сотрудничество. Но мне кажется, что это, конечно, тут ничего не получится. Это, я думаю, что наоборот они в эту историю полезны. Нет, конечно, пусть там российские полицейские туда еще съездят, и несколько тысяч нам меньше от работы будет. Но оно совершенно бессмысленно, потому что, на самом деле, знаете, такие режимы тоталитарные, они с помощью действительно вот этого аппарата подавления тренируют граждан десятилетиями. Вот в Иране, как выяснилось, не получилось у режима Айатол выдрессировать людей. Люди все равно живут своей жизнью отдельно от других полицейских, в общем, многие, не все. А в России получается, вот за эти 20 лет активной деятельности получилось довести людей до такого состояния, когда они боятся там несанкционированно чихнуть на улице. Знаете, проводя некие исторические параллели, можно вспомнить, были ведь контакты такие по обмену опытом между гестапо и НКВД до войны, в 30-х годах, когда они тоже обменивались опытом, как подавлять все эти вещи. Мыслящие, что делать с народом? Ну, там, скорее, техническими вещами всякими, насколько я читал об этом, они обменивались там, как пытать лучше, как лучше ломать кости. Но, в общем, вся советская система, она, конечно, была имеется в виду система подавления, она была сталинская, она была достаточно эффективна, я бы сказал, но в каких-то смыслах более эффективна, чем немецкая, потому что там все-таки значительно больше был упор на идеологию, на идеологию нацизма, на пропаганду. В конце концов, Советский Союз так и не создал такого человека, как Геббельс, по уровню мастерства от этого дьявольского. Там все-таки все было проще и оставляло такое поле для маневра. Мы уже догнали, хотя Песков, конечно, Пескову далеко до Геббельса тоже. Не-не-не, тут просто, знаете, если бы Геббельс удать телевидение и соцсети, мне страшно представить, что было бы тогда, потому что не надо забывать, что человек все делал руками, в общем, по большому счету, да, и только с зарождающимся радио. А тут есть колоссальные технические возможности, хотя, знаете, все равно я должен сказать, что, опять же, это совершенно дикая пропаганда, которая там несется, я так немножко посмотрел недавно и ужаснулся. Это совершенно действительно дичайшая история, но она делается профессионально. Это, конечно, кино, никакие не новости, там все сюжеты игровые. Но это сделано достаточно профессионально, потому что продюсеров и режиссеров и актеров в Москве достаточно, действительно так получилось, на нефтяном рынке телекомпании взлетели в свое время и наняли очень большое количество профессионалов. Сейчас эти профессионалы, как я понимаю, снимают в том числе и новостные, и расширенные сюжеты для посвященной войне. И это действительно действует на голову, это правда. Я не уверен, что там речь идет о каких-то там 25-х кадрах, как обычно говорили, для зомбирования. Но то, что это продукты, которые действуют на неокрепшие мозги, тем более там в течение многих лет, это факт. И в этом смысле технической и производственной Геббельс, конечно, бы совершенно, он им завидовал бы со страшной силой. Но самое, у него нет того, чего было у нацистов, это, конечно, не было идеи. Потому что все, что сейчас происходит, это навязывание одновременно 13 взаимоисключающих идей. Народ совершенно запутался, да ее просто и нет этой идеологии. Коммунизм, православие, монархизм. Да, все там, да. Мы воюем с НАТО, с шайтанами, с сатаной, с нацистами, с кем угодно. Воюем с боевиками какими-то. Завтра инопланетяне появятся, потом зомби. В общем, все навалом. Но вот этот совершенно дикий такой микс, даже не идеология, а разных там каких-то картинок, да, он профессионально сделан. И он красиво сделан, красиво смотрится. На него можно часами, я не знаю этих людей, которые в России часами тупо смотрят телевизор, потому что оторваться невозможно. И это действительно, конечно, проблема. Но от этого идеологии, конечно, не добавляется. Потому что сейчас вся история Российской империи, которую они пытаются вложить в голову обычному обывателю, по-моему, ничего не получается. Потому что никто не воспринимает себя там наследником россиян 19 века, например, или начала 20-го. Да и Путин, в общем, никакой не император, ничего-то он не подходит под контроль и не тянет. Но, в общем, в целом, конечно, поэтому приходится врать, поскольку нет какой-то идеи одной относительно красивой, да, идеи там социализма, например, коммунизма, как было в советское время. Светлые такие относительно идеи, а их руками, ради их, конечно, делали всякие мерзкие вещи, но сами эта идея достаточно привлекательная. Так вот, этой идеи в России нет. Вообще никакой. Кроме того, что кругом враги и НАТО хочет нас захватить, это тоже, кстати говоря, обычный механизм. Судя по всему, наверное же, эта идея их, в конце концов, и похоронит. Спасибо вам большое за этот наш немножко, может быть, эмоциональный, но очень интересный разговор. Напомню зрителям, Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс Украина был в нашем эфире. Спасибо большое.